всем привет дорогие друзья с вами дядюшка розе и это обновление линейдж 2 мобайл вместе с дядюшкой розе возвращается моя эльфишка грустняшечка но и и делали вроде бы улыбку теперь она смусь няшечка мильф очка эльфийка начнем мы с новых классов вот такой вот байсон кинжал сап на дву рук мах сапом на цепного меча ну и мифический класс добавляется вот такая орфея пробудами на все классы и также вот такие вот мифические позволяет спрятаться в тумане бездны во время действия умения не действует уведомление приближение врага персонаж чувствует энергию врага и сопротивляется эффектом отмены цели мешает воскрешению цели усиленное владычество наносит целям в большом радиусе большой урон усиленное достоинство позволяет избежать сконцентрированных а так цели из определенной вероятностью получить защитный барьер при помощи урона оглушающих волнительный эффект действует на членов группы высвобождает скрытую силу орфеи и увеличивает урон владычество и игнорирование сопротивления частому наложению аномальных состояний вот такая вот орфея добавляются новые агатионы обычный улучшенный редкий героический и гнис увеличивает шанс двойного урона также добавляет точность ну и соответственно лис медведь зомби вам нужны все новые агатионы чтобы получить две точности тут уже со старенькими идет блокировка оружие шанс двойного урона пробужденный обновлены квесты у статуи энхасад давайте подойдем стату энхасад вот хотя бы начиная с герановской да мы видим что добавили вот такие вот символ храма который нужен для создания интересных этемов в целом что скажу если вы будете месяц проходить у статуи энхасад хотя бы герановской квесты вы сможете скрафт красный сет красную пушку еще плащ дракона еще бежу вроде бы какую-то там кольцом подвеска или пояс также в квестах нам дают вот такие вот зелье развития храма позволяет получить больше очков опыта и самих квестах вот такие вот зелье изобилия храма позволяет получить больше адены давайте посмотрим что мы можем создать за символ храма вот мы смотрим это напоминаю бонусы это так сказать в честь новичков и вернувшихся это может каждый персонаж этим воспользоваться даже если вы играли там для новичков вернувшиеся немножко позже мы посмотрим это попытаются скрафтить агатионов вот видим это крафтовые агатионы новые агатионы примерно проходить только в геране то у нас получается 5000 вот таких символов но если брать оры наден там еще больше там два раза больше дают таких символов уже 10000 таких символов мы получаем попытать удачу на посох привязанный там ну на любое фиолетовое оружие если мы сточем на 10 тут 8 штучек количество но тут тоже можем взять оружие но я думаю будут пытать удачу разные ребята которые давно играют 10 пушечек и пытаться вточить на 10 6 на 7 это 33 процента на 8 также на 9 уже 10 процентов шанс точки и на 10 5 процентов это очень неплохие шансы может быть у кого-то изойдет ну если кто-то давно играет и зачем ему красные вещи их также можно использовать для добавления в коллекцию на постоянной основе будут эти вещи если вы там только начали играть то короче такой и вент для всех можно сказать давно играет ну и еще до сих пор играет и только начал играть это очень крутой и вент даже было соединой перо 1300 но это очень дороговато и 10 миллионов до но мастерство такое часы тоже такое также есть вот такие вот кристаллы для прокачки несовершенный кристалл этот тот же кристалл но он заменяет обычный кристалл только он качает не выше 6 уровня несовершенное зелье пробуждения он качает максимум до 5 уровня пробуждения целом что непонятно пиши свой комментарий пожалуйста там дополняй меня комментарии в группе дискорд заходи общайся там постоянное общение также добавлены две новые области и надрил это остров фуфуриона и храм фуфуриона ну и соответственно босс также добавлены реликвия озера реликвия бельгиса и окоть мыка же шлем тишины и добавлен кошмарный лабиринт хорнака это для уже топчиков открывается новая подземелье бласовенная земля войти боссовенную землю может только персонажи ниже 80 уровня подземелье бласовенная земля доступна 3 часа в день днем можно получить адену и различные предметы для развития больше особых наград можно получить за победу над двумя монстрами которые появляются в подземелье бласовенная земля кобальт браконьер исследователей группы и гнол боец исследователи группы места входы от 30 до 70 время 3 часа вход 1000 адена тундук с подарками для развития кристаллы знаки поручения улучшенный кристалл свитки модификации также добавлена система пробуждения так называемая пробуждение мастера она из а если вы завершите две страницы обычного пробуждения тогда откроется и она из чем выше качество растворимого предмета тем большее количество порошок разбираем легендарные вещи редкие временные коллекции предметов обычной коллекции редких временных предметов на страницу создания рекомендации добавлена группа избранная исправлены какие-то ошибки дальше идем по ивентам начинается новый ивент храма ундины расписание где мы можем фармить донат бежу они добавили брошь от ваги но смотрите какой процент получения этой броши 2 процента самый худший процент то не надейтесь то что вы понимаете что у многих этой броши нету твинкова особенно в основном получать браслет берсерка браслет стража унижающий унижающий сбрасывается также тут даются вот такие вот мешочки кристаллы чистый эликсир 25 процентов шанс получения сад тайного времени давайте зайдем я не даже не агрятся они слабые и тут дают по 300 к опыта слабые мобов даже видим 60 надо самому прожимать то что она не бьет ножам будет хорошо очень прекрасно удар пламени на клавиатуре зажать если вы через пока играете тогда немножко эффективнее вы начинаете фармить а вот уже и закончился все пять минут прошло я взял два процента за то очень интересно вот это да вот это тут кача понимаю судите тут еще больше опыта чем там группам подземелья x2 награды тайный сундучок дальше у нас писемка энергия инхасад 10 тысяч и расходочка большое зелье исцеления или развития дальше добавляется такой сезонный пропуск активация 30 миллионов адены но символ храма лутаем я не тяну я не тяну просто не тяну вот это тут кач не быстро выкачаемся думаю 165 спокойно для получения очень вкусных плюшек так надеюсь у нас тут все будет хорошо но тут у нас по сезонному пропуску ордена карты реликвия и стал души немножко всего понемножку но самое главное это символ храма который мы создаем ежедневный бонус лей билеты лей и нам дают затраить наш высший неудачный трай также вот это очень интересно доступно на уровне 50 выше позволяет поменять одну карту агатена героического ранга или выше на желаемую карту агатена того же ранга финальная у нас награда карта леи класс на 10 день видим золотой билет леи класса поддержка особого развития ни о чем бонус если честно вот чтоб я не врал примечай героический агатен и героические ежедневные награды так этот бонус могут уже видеть всем 15 к виталки ежедневно разные расходники карты вот квест какой-то на виталку для новичков и вернувшихся мы берем вот такой вот награду которая открывается при получении уровня футболка на выбор на постоянную основу пятая футболка поручение инхасад выполнить поручение инхасад так давай дальше мы берем символ сразу это и винтовые сет величия как раз вам 30 дней дается чтобы вы могли пройти квесты ну квесты инхасад это очень неплохой буст очень крутой также донат бежа кроме броши ручей этот сундучок открывается до 75 уровня кусочки получаем процента 4 мы подняли просто с квестов до 70 за месяц можно легко качнуться проходить вот данжи давайте возьмем таблеточку а да что я хочу сказать типа ребят если вы думаете что вы все умные и сейчас я сделаю себе виноферму из десяти окон и буду фармить линейс 2 мобайл ради десяти алмазной синьки чтобы вы понимали вам нужно начинать фармить это топ локи орен и выше а там нужны персонажи уже 150 точно там 110 урона 140 защиты вот такие вот персонажи нужны то вам придется донить думаю первое время те кто играли на вас наварятся то что вы будете донатить покупать алмазы там закрывать какие-то колы догнать своих твинков то и в целом вы сами понимаете должны что всего 24 сервера вы не забывайте старые игроки которые фармят топ-локи они вам их не отдадут тоже это должны понимать то что не так просто это если вы хотите немножко поддоначивать это очень крутой шанс вам стартануть вам дают сразу достигнув 60 уровень красное снаряжение на 30 дней за эти 30 дней мы проходим у статуи хасад квесты можем 8 раз создать 1 2 3 4 5 5 вещей 5 раз чешуи дракона 800 штучек надо то бишь 5 вещей мы можем скрафтить с этого магазинчика и эти вещи будут без срока давности то бишь они не исчезнут они навсегда можно подбустить свои фермы просто одев им же сет это как для старых игроков так и для новых игроков без старички которые играли они подбустят свои фермы но те кто стартанут вам будет очень тяжело там забрать спот вам придется там примеру как моза и берем примеру моза у него есть основа которую он бегает пк шатый твинофермы он там сидит в пве кланах своими вина фермами со всех насмехается и бегает одним пк персонажем убивает но вам нужен будет пк персонаж это 80 уровня там с 300 дефа 200 урона там не знаю 250 скилл урона такой персонаж чтобы мог вырезать топ споты спокойненько быстренько без напряга не успела прийти основа то бишь моза и крутой парень он продумал все он наслаждался этой игрой все три года уже третий год пошел стартуйте играйте ребят возможно у вас что-то сделаете лучше пойдем дальше по этому магазинчику в этом магазинчике я вижу только вот 300 ростка нам нужно так его нельзя продать можно положить на склад восстановление заклинаний видим нельзя ее продать не добавить в коллекцию это новичкам да снежный шторм или восстановление заклинаний я бы брал снежный шторм если вы новичок восстановление заклинаний конечно хороший скилл но он работает именно связочки с к большим количеством скиллом если вы планируете донатить то думаю снежный шторм сталкиваться от мага мы посмотрим книга магии снежный шторм 350 алмазов ну а не в одну цену то можно брать снежный шторм спокойно то же самое у ножа там теневой клинок или как называется скилл который добавляет тень любой дамажущий скилл приносит фарм ну а кому не нужно можно вот очки пробуждения пофармить там карты позабирать такие росточки даются с подарка такого не максимально 60 и потом на на 65 чтобы очень много ростков получить надо 75 уровень 75 уровень тогда вы максимально получаете росточки видим после 65 уровня уже не дают никаких донатных бишь только оденко разные расходки ну а плевела реликвия даже вот за алмазы он давайте пойдем по алмазам думаю все понятно задавай вопросы эти отвечу ли в группе дискорд там пообсуждаем как тебе ивент нравится ли тебе этот ивент за алмазы сундучок тысячу алмазов вот тут уже идет случайная героическая карта случайно героические агатион на выбор карты мастером высокого качества карты реликвия можем позакрывать смотрите можно заменить спокойно дополнить донатные коллекции очень прикольно или там закрыть какие-то коллекции интересный урон умений примеру тут расходка областной на святая вода так дальше у нас карты мастера на выбор 20 к очков пробуждения бонус к опыту сто процентов наверно восьмидесятый включительно то может использовать вот такой вот зал мазики подлетел с финальной наградой героически легендарной картой книгой наследника может красная дропнуться книга если не повезет то можем добавить коллекцию но если вас такая книга есть или материал для алхимии мира фантастики но может дропнуться фил книга кому-то 10к очков пробуждения на выбор тут у нас дальше редкий агатион на выбор и редкий класс на выбор терофим или хранитель ада это уже донатные карты которые достаются только с доната их добавили вот такой вот 14 дневный за тысячу алмазов редкие легендарные редкие легендарные карты идет вот такой вот бонус за полторы тысячи алмазов финальная награда карты мастера 11 раз дефакты что есть вкусно такой семидневный развяз ради артефактов и расходочка смотрите расходочка на выбор хороший шанс героические получить тоже неплохая награда за реал артефакты реликвия энергии каждую неделю у нас есть так тут артефакты хорошие знак создания знак создания уже создать артефакты артефактом на выбор стопроцентный шанс если мы 10 паков купим 8k да получается то мы сможем артефакт красный создать также мешочки королевство с сверкающим сундуком удачи расходка на выразили ну тут самое вкусное это наверное артефакты что мы можем делать дальше тоже зарял с алмазами с артефактами реликвия стол и душе вот такие вот за алмазы паки трехэтапные карты мастера на выбор частый гость можем попытать удачу на 5 процентов создать шестую рубашку рубашки кто не знает точится очень плохо рецепт ремеси королевство для создания реликвия энергии знак создания мастерства это что сундук королевство сейчас сами карты мастером повышенным шансом повышенным шансом на рыцаря и небесны то бишь если вы получаете легендарный ягоден то это сто процентов будет рыцарь и небесны и также повышенный шанс тут должен быть на кого-то вот рыцарь тени 1.6 процента реликвия чистый лексер для пробуждения кристаллы орденов что-то не закинули артефакты карты мастером настойка очищения что мы за нее можем создать по ну как всегда свиток уже 32 штучки на данный момент создана также можем попытать удачу создать мифическую книгу мифические можем попытать удачу создать мифические книги и рецепт только по выходным скорость атаки плюс 5 процентов книга наследника ага со статами абсолютное уклонение плюс 2 процента попытать удачу у них и на себя 1 процент